Всем привет, с вами Джон Кобра, и сегодня мы продолжаем искать пасхалки в такой игре, как пилот-тренинг-симулятор. В этом ролике мы, как обычно, совершим один рейс на интересном самолёте, и после этого будем искать 4 пасхалки вместе на различных островах. Спасибо вам большое за то, что мы смогли собрать 2 лайка под прошлым роликом всего лишь за несколько часов. Но поскольку вчера был вечер уже, я не смог для вас записать новый ролик, поэтому я его записываю сегодня утром. Надеюсь, что он вам понравится, и вы оцените его лайком. Если мы под этим роликом наберём 2 лайка, то прямо как только вы наберёте, выйдет продолжение, где я ещё вам расскажу про 4 пасхалки в этой игре. Если тебе не жалко, обязательно подпишись на канал, мне будет очень приятно, а ты потрачешь всего лишь 5 секунд своего времени. Вот прямо сейчас ставь ролик на паузу, подписывайся, ставь лайк, и продолжай смотреть ролик. Смотри ролик до конца, именно в конце тебя будут ждать интересные пасхалки, за которые дают ачивки. Ну что, не будем тянуть время, начинаем! Сегодняшний рейс мы будем совершать на грузовом самолёте. Это будет наш первый рейс на грузовом самолёте. И совершать мы его будем на вот таком вот очень интересном самолёте. Вроде бы это Boeing 747, а вроде это аэробус Пилуга. Это что-то среднее между Boeing и Белуге. И называется это Dreamliner. Садимся в этот самолёт. Нажимаем на кнопку 4. Заводим его. Нажимаем на кнопку P, чтобы ехать задом. Так, сейчас мы будем выезжать. Конечно же, по всем правилам, по РПшке. Лететь мы сегодня будем на тот остров, где я нашёл 3 ачивки. Если вы спросите, почему 3, а не 4, ну, я тогда вам отвечу. На том острове, получается, есть только 3 ачивки. Вообще, больше всего ачивок именно на этом острове. Ну, поскольку на других островах меньше, и вообще во всей игре осталось ачивок намного меньше, чем было в самом начале. Больше половины всех ачивок я уже вам распоказал, рассказал. Поэтому нам, так скажем, немного будет тяжеловато. Но не переживайте. Как я и обещал, ачивок будет 4 штуки. Конечно, одна ачивка будет на этом острове, я её недавно нашёл. И 3 на том. Ну, всё честно. А вот уже сколько на каком острове ачивок, это уже другой вопрос. Ну, конечно, я хотел бы для вас найти 4 ачивки на, скажем, одном острове. Но, к сожалению, разработчик не делал столько ачивок на одном острове. Но если, конечно, вы знаете ачивки на этом острове, куда мы сегодня полетим, обязательно пишите комментарий. И также не забудьте пройти опрос в конце этого ролика. Летали ли вы когда-нибудь на самолёте? Я летал. Надеюсь, что вы тоже. Это, конечно же, незабываемые ощущения, когда ты летишь на самолёте, взлетаешь, садишься, летишь, смотришь на мир свысока. Так, сейчас мы едем по рулёжной дорожке и будем выезжать на взлётно-посадочную полосу. Да, ехать, конечно, нам очень даже долго. Проще было бы, мне кажется, начать вот от куда-нибудь отсюда. Или поставить самолёт так, типа, чтобы, ну, как вам сказать, чтобы мы могли, так скажем, нормально ехать. Лучше мы чуть-чуть наберём скорость, потому что ехать по взлётно-посадочной полосе нам ещё очень долго. Уже мы несколько минут просто едем по этой рулёжной полосе. Ну, конечно же, если там у нас были просто небольшие аэропорты, то сейчас у нас аэропорты просто огромные. Полоса нам нужна самая большая. И я скажу вам, потому что мы же перевозим детали для самолётов, других, всякие турбины, крылья небольшие, которые влезают. Ой, о моё, ну на РПшники здесь летают. Ну, хорошо, что хотя бы у нас не врезался. Кстати, тоже это очень интересный самолёт, вот, Макдоналд Дуглас. Он тоже очень прикольно выглядит, надо будет на нём обязательно полетать, как к нему, допустим, в следующей серии. Будет довольно интересно. Ну, а мы тем временем уже выруливаем на взлётно-посадочную полосу. Скорость нам нужно немного убавить, чтобы не выкатиться с нашей полосы. Так. Аккуратненько выезжаем на полосу. Вроде на нашей полосе нету никаких самолётов. Всё. Наш пилот связывается с вышкой. Нам разрешают взлёт. Ну и всё. Набираем скорость. Давайте прям взлетим от первого лица, как настоящий пилот. Конечно, скорость, да, он набирает медленно. Ну да, он, конечно же, перевозит много деталей. Вот. Мы уже разогнались до 100 км в час. А нам надо где-то хотя бы 130-150 для того, чтобы взлететь. Так, взлетаем, взлетаем, взлетаем. Ну всё. Взлетели. Подняли наш самолёт в небо. И берём наш курс на остров. Высоту нам, конечно, лучше набрать сразу. Высота, которая нам потребуется, не знаю, мне кажется, где-то 3000-2000 метров. Вообще, обычно такие самолёты летают на высоте, так скажем, примерно 10-1000 метров. Но, поскольку это Роблокс, и поскольку здесь нет таких огромных расстояний, лететь мы будем на высоте 3000 метров. Самое главное её не проворонить. И это первое. Во-вторых, самое главное вовремя начать снижаться. Захотеть мы, наверное, будем с какой стороны? Аэропорт, так скажем, находится с запада на восток, растянулся. Захотеть на посадку мы будем с западной части. Нет, мне кажется, с восточной. С восточной части заходить нам будет удобнее. Так, тем временем мы уже проворонили нашу высоту. И вот как-нибудь вот так вот выравниваем наш самолёт. И всё. Этого нам хватит. Высота немного увеличивается, а то немного уменьшается. Нет, 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 опять слишком сильно. Мы пошли уже вверх. Нам такая высота не нужна. Так, лучше даже сделаем чуть пониже. Так, мы уже подлетаем к нашему аэропорту. И уже будем начинать снижаться. Всё, мы уже полностью видим весь аэропорт и видим полосу. Но мы, конечно, будем захотеть на посадку. Не под углом 50-60 градусов. А под нормальным углом, как и все приличные самолёты. Так, забавляем мощность нашего двигателя до 40%, лучше сразу до 35%. И начинаем снижаться. Конечно же, всё, уже начинаем поворачиваться. Мы уже наблюдаем нашу полосу. И высота у нас уже постепенно уменьшается. Всё. Скорость мы уменьшаем до 30%. Высота, тем временем, у нас уже 1000 метров. Мощность двигателя 30%. И скорость уже приближается к посадочной. Сейчас наш пилот свяжется с вышкой. И нам разрешат посадку. И мы уже будем доставать шасси. Конечно, мне кажется, мы ещё рано ссались в шасси. Доставать их надо хотя бы на высоте 400 метров. Но это чисто моя точка зрения. И сейчас мы будем садиться на эту полосу. Полоса здесь, конечно, не такая большая. Но и скорость у нас тоже не такая огромная. Конечно, что взлететь с этой полосы нам будет довольно тяжело. Но заезжать мы сейчас будем не налево, где стоят обычные самолёты, а направо. Там, где, так скажем, находятся ангары. Всё. Снижаем до 25% на, так скажем, мощный двигатель. И садимся. Всё. Мы посадили наш самолёт. И тормозим теперь. Тормозим, 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 тормозим. Только, скажем, нам надо побыстрее выходить со с полосы. Конечно, здесь вот куда мы можем поставить самолёт? Вот только если вот сюда. Потому что здесь больше походит на ангары для самолётов. Но, конечно, не таких больших. Мне кажется, здесь больше какой-то региональный аэропорт, где ставят всякие цесны, небольшие самолётики. А мы сюда поставим на разгрузку. Мы же привезли детали. Скорее всего, поскольку мы прилетели на этот аэропорт, скорее всего, здесь находятся детали для каких-нибудь цесн. Ну да. Всё. Поворачиваем вот сюда. Конечно, полоса не совсем удобно для нас здесь построена. Но ладно уж. Мы не брезгаем полосами. Так. Чуть-чуть увеличим мощность наших двигателей. Так. Тот самолёт только начинает сейчас разгон. Самое главное, чтобы мы случайно не оказались... И не столкнулись... Ну, короче, на одной полосе не столкнулись. Будет потому, что это очень неприятно. Мы устроим ещё одну огромную катастрофу. Ну, конечно, с нашей стороны погибнет не так много людей. Только я один и второй пилот. Ну, типа. А с их стороны погибнет довольно много людей. Потому, что у них там прям настоящий пассажирский самолёт. Так. Тем временем мы... Останавливаем наш самолёт. Давайте посмотрим, как тот самолёт будем взлетать. Ну, всё. Он подготовился. Видно, ему пилот только сейчас разрешил взлёт. К этому мы полностью встали. Ну, всё. Мы выключаем двигатели. Мы совершили ещё один рейс на таком крутом, огромном, футуристичном, прикольном самолёте. И сейчас мы будем искать ачивки. Я специально зайду за второй аккаунт, чтобы мы начали проходить ачивки. И вы видели, что это не развод и что вы их реально получаете. Ну что, начинаем. Ну что, мы зашли за второй аккаунт. Сейчас садимся в наш мустанг и взлетаем. Если вы спросите, почему мы начинаем, так скажем, вторую часть нашего ролика с вот этого аэропорта, то я вам отвечу. Всё потому, что одну ачивку я ещё нашёл на этом острове. Прямо вчера, когда я, так скажем, записывал начало своего ролика, я решил его записать на вот этой вот базе. И что я там заметил? Я там нашёл ещё одну пасхалку. Так, всё. Мы, конечно же, сбавляем мощность наших двигателей. И садимся. Полоса здесь большая, хорошая. Так, всё, садимся, садимся. И сейчас будем рулить. О, боже, как это было жёстко. Интересно, какая же у него скорость была, что он так прогнал мимо нас. Так, всё. Поворачиваем наш самолётик. Давай, аккуратно. На скорости 300 метров в час. Даже можно чуть побольше. Так, конечно... Ой, обычно так быстро они передвигаются. Повзлётно-посадочная полоса. И пара ручным дорожкам. Ну ладно, нам можно, мы даже быстро показать много ачивок. Так. И вот. Прошлый ролик я начинал записывать вот с того ангара. А вот в этом ангаре, прямо вот здесь, есть вот такое вот фортепиано, за которое нам дают ачивку. Конечно, непонятно, что он здесь забыл. Но мне кажется, солдатам было просто очень скучно. И они решили здесь помузицировать. Мы делаем рест. Исполнимся на другом, так скажем, аэропорте. Куда мы посадили наш самолёт в прошлый. Так. Наш самолёт уже, видно, разгрузили. И сейчас мы засполним ещё один самолёт старой авиации. И что же мы засполним? Что мы ещё не исполнили? Мы не исполнили вот этот бомбардировщик. Но он слишком огромный. Засполним мы... Ладно. Давайте засполним вот этот самолёт. Сядем в него. Не пролетим. И сейчас взлетим и полетим к ачивкам. Ну, начнём мы с самых неинтересных ачивок. Это те ачивки, которые можно найти вот прямо сразу. Прямо с самого начала, как только выберет, летит на этот остров. Но если вы, конечно, будете знать, что искать. Найти эту ачивку очень легко. Для этого вам всего лишь нужно... Ой-ёй-ёй-ёй. Так скажем... Всё, садимся. Ладно, мы подбили наш самолёт. Просто нам надо зайти вот в это вот здание. Это, так скажем, такой будет маяк. И здесь стоит... Какой-то... Друг наш. Здесь с ним можно поговорить. Конечно же... Конечно же, сейчас мы с ним говорить не будем. А пойдём сразу... И сказать ещё одну чему. Конечно, печально, что у нас не получилось сразу посадиться в самолёт. Из-за этого мы потеряли несколько минут. Ну ладно, не судите меня строго. Мы же садили самолёт в пересечённой местности. Ни в аэропорту, нигде. Так что... Не надо сразу ставить слайд и отписываться. Так, ладно. Полетим теперь на другом самолёте союзников. На вот таком вот прикольном самолёте ВВС США. Который раньше, конечно же, располагался на различных авианосцах. У нас же сильно разгоняться не будем. Следующая ачивка находится не так далеко от этого вот маяка. Ну, конечно, чтобы её получить, придётся немного постараться. Надо пролететь вот под этим мостом. Конечно, это не так-то и легко. Надо постоянно держать в высоту. Но если вы неплохо пилотируете самолёт, то сможете получить эту ачивку почти не парясь. А четвёртая и последняя ачивка, и, скорее всего, самая прикольная, находится на самом крайнем западе. И, конечно же, эта ачивка, по идее, должна находиться на каком-то ледяном острове, но нет. Эта ачивка находится вот в этой странной хижине. Сейчас мы садимся на... Ой-ой-ой, падать нам не надо. Сейчас мы садимся вот здесь вот. Конечно, посетить самолёт здесь довольно тяжко, потому что его здесь практически негде садить. Так, мы выходим из нашего самолёта и идём вот в эту хижину, которая выглядит очень странно. Находится она одна, очень далеко. Мы в неё заходим, и что мы видим? Это домик Санты Клауса. Конечно, я не знаю, что этот домик здесь забыл, но находится он на самом краю карты. Не каждый залетит за вот эту вот огромную гору, чтобы найти этот домик. Но я, так скажем, залетел и нашёл. И вот, так скажем, мы получаем четвёртую ачивку. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно поставь лайк, не поскупись, подпишись на мой канал, это тоже обязательно. Если ты, конечно же, посмотрел этот ролик до конца, получил все четыре ачивки, не забывай, конечно, смотреть ещё остальные ролики по пасхалкам. Они тоже прикольные, позволят вам получить все пасхалки, которые были вот в этой игре, по крайней мере, те, которые я нашёл. Если ты, конечно же, если тебе, конечно же, не жалко, подпишись на канал, поставь лайк. Если мы наберём ещё два лайка под роликом, мы снова запишем ещё одну часть, где мы снова будем искать ачивки. А с вами был Джон Кобра, всем до скорой встречи!